ПОДПИШИСЬ! Это самый главный важный момент. Если наша команда будет играть все время с топовыми командами, то она и будет подтягиваться очень быстро. В Сибири нам стало уже не с кем играть, потому что в Сибири мы играли, там приглашали всяких разных. У нас же не только «Спартак», у нас и «Торпеда», и другие из Казахстана были. И мы к этому относимся серьезно. Тем самым для «Скифа» в матчах против «Спартака» важно поиграть с тайким «Грандом». Да, получили семь шайб в свои ворота, но забили две. Горький, но тоже опыт. Мы не просто для того, чтобы в игры «Спартака» играем, а чтобы подготовиться к кубку «Третьяка», чтобы выиграть в «Ухте». Во втором матче игра носила уже равный характер. Команды не на шутку зарубились, и на этот раз московским гостям дышать было тяжелее. Уже не так уверенно, но 3-1 вновь выигрывает «Спартак». И хоккеисты, и тренерский штаб москвичей отметили игровой подъем своих соперников. Команда очень впечатлила меня, честно скажу. Ребята молодцы с характером, бьются, сражаются, бросаются под шайбу. Такое и должно быть в хоккее. Поединок был хороший, команда сильная, все играть можно. Сегодня еще один матч. Что будет там? Там будет точно заруба, и «Скифы» будут бороться до конца. Кстати, матч идет прямо сейчас. О результатах третьего поединка расскажем в следующих выпусках новостей. А я напомню, что для «Скифов» это последняя проверка перед важным турниром Кубка «Третьяка». Он состоится в «Ухте». Туда команда отправится через две недели. Будем ждать с медалями. Дмитрий Дроздов, Андрей Печеркин. День с толком.